Библейский портал экзегет.ру представляет 13 глава Евангелия от Марка Читаю для библейского портала экзегет свой собственный перевод Такая загадочная глава, наверное, самая туманная у Марка Марк вообще простой евангелист У него мало таких головоломных текстов А это вот один из них И самый большой из них, конечно же Предыдущая 12 глава была про притчи, про слова Это про камни Ну, начинается с камней Итак, вот последняя неделя жизни Иисуса И он спорит, объясняет, проповедует всем А как же его ближний круг? А когда они выходили из храма А все предыдущее было в храме Один из учеников сказал Иисусу Учитель, только взгляни на эти камни, на эти строения Храм, построенный Иродом Великим Действительно великолепный храм Ну, и Соломон вообще-то первый храм построил Потом после возвращения из плена построили второй Но Ирод его очень сильно перестроил Поэтому, в общем, это уже Иродов храм И он действительно огромен и прекрасен Вот нам свойственно любоваться архитектурой Архитектура такое производит впечатление Солидное Мы умрем, она останется Иисус ответил ему Разглядывая эти огромные строения Не останется тут камня на камне Все будет разрушено Так и вышло в 70-м году римляне Уничтожили храм Но тогда об этом никто не мог догадываться А когда он сел на склоне Елеонской горы Напротив храма в Иерусалиме Вот храм и напротив Елеонская гора Спросили его особо Петр, Иаков, Иоанн и Андрей Это такие уже ближние апостолы То есть это среди 12-ти еще более узкий круг А какой у них вопрос? Вот он сказал, от храма ничего не останется Надо же, как интересно Скажи нам, когда все это произойдет? Какой будет знак, что скоро все это случится? Мы любим узнавать про будущее А что у нас случится? А когда у нас там закончится вот это вот все И начнется что-нибудь другое хорошее? Когда, наконец, доколе Иисус стал объяснять им так Смотрите, чтобы кто не вел вас в заблуждение Многие придут под моим именем и скажут Это я, и многих обманут Даже многие То есть, оказывается Не просто он есть и пророчествует о чем-то А другие тоже попытаются Ха, а как нам распознать? Когда дойдут до вас известия Всякие слухи про войны Не ужасайтесь, это должно произойти Но это еще не конец Известия это точно, что война Слухи Интернет же не было Или радио, телевидение Поэтому Неясно говорят, где-то война Правду говорят Нет, неизвестно Один народ поднимется против другого И одно царство против другого Будут в разных местах землетрясения Не будет голод Так начнутся родовые муки Конечно, ничего хорошего здесь он не обещает Но это всего лишь родовые муки Что такое родовые муки? То есть, рождается что-то новое И оно происходит в мучениях Как и роды женщины Их вопрос, когда В каком году? Нам очень интересно Вот мы увидим или мы уже не доживем? А он нам говорит Нет, дело не в том, когда Важно, что И, да, страдания, бедствия Но это родовые муки Это рождение чего-то большего и лучшего А что же вы? А вы следите за собой Вас поведут в суды В синагогах вас будут избивать Вы предстанете перед правителями и царями И все это ради меня Чтобы они выслушали свидетельства То есть, не для того, чтобы там Вашу веру укрепить в испытаниях Не для того, чтобы показать Какие вы герои Не для того, чтобы наказать вас за грехи Но чтобы вы Перед судьями и царями Свидетельствовали обо мне Рассказывали обо мне Они, может, иначе не выслушают Как только вас на допросе Прежде всего Должна быть провозглашена Всем народом Евангельская весть То есть, пока не прозвучала Евангелие для всех Не будет этого конца Меня даже упрекали Узнав, что я работаю Для перевода Библии На языке народов Стран России И бывшего Советского Союза Меня опрекали Ты что, хочешь приблизить Конец света? Ведь когда будет Евангелие Всем народам проповедано То на этом-то все и закончится Такая извращенная логика То есть, этот мир очень хорош Нам никого другого не надо Не торопись к нам приходить Господь Иисус Поэтому давайте мы Всячески оттянем Этот неприятный момент Но момент действительно неприятный А когда вас поведут Чтобы отдать руки судей Не забудьте, что им сказать Какое будет вам дано Тогда слово Такое и скажете Будете говорить не вы А Дух Святой Тогда брат Предаст смерти брата И отец свое дитя Тогда дети Восстанут против родителей И убьют их Все будут вас ненавидеть За мое имя Но кто устоит до конца Будет спасен Тоже такая цитата евангельская Которую многие знают В старых переводах Претерпевший до конца спасется И обычно это понимают так Что нужно быть терпеливым Там тебя лупят Обижают, ненавидят А ты терпи И этим спасешься Здесь сказано о другом Вы свидетели мне Говорит Иисус И вот все будет против вас Но вы терпите это Для чего? Не просто для того Чтобы сжать зубы И так мазохизмом заниматься Да? Вот меня бьют А мне не страшно Но для того Чтобы через все это Нести свидетельство Это всего лишь способ Свидетельствовать Если просто так говорят Ну там Христос Ну и что? Кому это интересно? Когда это говорит человек Не просто на суде А иногда во время казни Когда он своей жизнью Подтверждает свое свидетельство Это становится действительно Таким свидетельством Которое слышат очень многие Вся история раннего христианства Да только ли раннего В этих словах А когда увидите Что выдворилась Где не должна Ничтожная мерзость Кто читает Пусть поймет Скорее всего Намек на разорение Иерусалимского храма Уже такое было В книге Даниила Там рассказывалось Об осквернении Язычниками храма Второго Но Здесь может быть И что-то другое Во всяком случае Скорее всего Имеется ввиду Разорение храма Так вот Водворилась Генедолжная Ничтожная мерзость Кто читает Пусть поймет Тогда тем Кто окажется В Уде Пора бежать В горы А что в гора Конца света Не будет Видимо Конец света Здесь какой-то Очень локальный Да То есть это Скорее всего Римское нашествие Которое Закончится Разрушением Храма И его осквернением Кто на крыше дома Не спускайся Взять вещи Крыша была плоской На ней люди могли Отдыхать И прямо спрыгнуть С этой крыши Убежать куда-то Кто в поле Не возвращаясь За своим плащом Скинул плащ Пошел работать Горе тем женщинам Кто будет все дни Ждать ребенка Или кормить грудью Молитесь Чтобы это случилось Не зимой Будет все дни Горе Какого не бывало Со дня творения Зимой просто все труднее Холодно Со дня творения Когда Бог сотворил мир И досилий Впредь не будет Если бы Не сократил бы Бог Тех дней Не спаслось бы Ничто живое Но ради избранных Тех кого он избрал Сократил он те дни О чем это Вот Какие-то странные дни Которые Будут очень плохими И которые будут связаны С разрушением Иерусалима Ну да Наверное Про 70-й год Поражение Иудеев В войне с римлянами Наверное А если кто вам скажет Вот здесь Христос Или он вот там Не верьте Ведь появится много Якобы Христов И якобы пророков Они произведут Знамения И покажут чудеса Чтобы прелестить Избранных Если это возможно Будьте бдительны Я обо всем предупредил Смотрите И здесь Раз больше света Звезды будут падать С небес Поколеблются Небесные силы Это пересказ Пророчеств Из Исаии И это уже явно Конец света Так что 70-й год Падение Иерусалима Или конец света Когда Взяли Иерусалим Разрушили храм Все-таки на этом Мир не закончился Земля И небо Они остались Стоять там Где были Вот тогда И увидят Сына человеческого Грядущего На облаках Со многой силой И славой Тогда пошлет он Ангелов Чтобы они собрали Избранников Его от четырех ветров От края земли И до края небес И собирание человечества Верной его части Тех, кто с Богом Но этого тоже Не произошло В 70-м году Или сразу после Обман Или как говорят Ранние христиане Ждали Скорого второго Пришествия Оно все откладывалось И откладывалось И это как бы Привело к необходимости Переосмыслить Многое в христианской вере Может быть Но Может быть и так Что здесь просто Рассказ о частных Бедствиях Падения Иерусалима Сопряжен с рассказом О конце всего этого мира Вообще То есть не только Где-то что-то Пошло не так Сломалось Испортилось Но оно в принципе Уже не такое Каким оно было раньше И значит В какой-то момент Этот мир Он просто Кончится Будет другой мир А то что Между этими событиями Пройдет Год Тысячи лет Десять Сто тысяч лет Мы не знаем Просто этот мир Уже конечен Он говорит Не о сроках Смотрите Они вас спрашивают Когда 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 А он Отвечает на все Что угодно Кроме как на вопрос Когда Но Впрочем Возьмите себя За пример Смоковницу Когда пускают И на нежные побеги Распускаются листья Вы знаете Что приближается Лето Смоковница Большое дерево Ценное В библейском Мире В библейской культуре Она довольно Широко Известна Поэтому Тут Это не какой-то там Кустарник Который тоже зеленеет Конечно весной Это что-то вот такое Видимое Что нельзя не заметить Так и вы Когда увидите Что все это Начало сбываться Знаете Что близок тот час И он при дверях Что все это Иерусалим уничтожит Земля не даст Луна не даст Больше света Звезды будут падать С небес Все это А конкретнее Нельзя Ученики Наверное Так думали Когда видите Что все это Начало сбываться Знаете Что близок тот час И он При дверях Вот сейчас Сбывается оно Или нет Или Может быть Сбывалось раньше Сколько раз Люди Видели Какие-то Апокалиптические События Вокруг себя То есть События Которые свидетельствуют Якобы О конце света А вот Может быть Не случайно Он говорит об этом Как о чем-то таком Что очень трудно Угадать О чем-то таком Что В общем Ощущается Больше интуитивно Чем Фактически Да Вот Нельзя Откнуть смотрите они спрашивают когда он говорит но вообще-то довольно скоро но этого не знает никто а главное что все это будет если это пророчество было значит эти события будут и все и тут даже не нужно уточнять следите бдительно вы не знаете когда настанет этот срок а зачем вообще знать когда настанет вот наверное многие люди хотели бы знать дату своей смерти то есть типа все что ты не делаешь а до той поры ты не умрешь можно там не соблюдать никаких правил безопасности не не зачем не следить зато потом эту дату уже никак не отодвинешь зачем но если вы не знаете как все это будет вы не знаете когда вы умрете вы не знаете очень многие других вещей вы стараетесь действовать так чтобы приблизить желанное отдалить нежеланное и притча про это отправился один человек из дома своего в дальний путь оставил рабам своим поручение кому чем заниматься а привратнику повелел быть на чеку привратника кто дверь отперывает так будьте же на чеку ведь вы не знаете когда вернется хозяин дома вечером ли в полночь ли с петушином ли криком или на заре когда бы не пришел он внезапно пусть не застанет вас спящими что говорю вам то говорю всем будьте на чеку вообще не спать да ну сон здесь видимо имеется ввиду не физически а некое духовное оцепенение то есть они хотят знать точные сроки и иисус отвечает только одно вы их не знаете вы должны жить в постоянной готовности того что это произойдет причем здесь камни а ведь камни и время это что-то похожее это что-то такое что человеку может быть не поднять течение времени не изменить хотелось бы вернуться в детство иногда да но невозможно камень лежащий в основании храма сегодня это западная стена платформы на которой стоял храм знаменитая стена плача в иерусалиме вот но суть том что для человека остается вот одно это бдительность это готовность действовать готовность понимать что происходит и собственно вопрос только в этом вопрос не в том насколько тяжело камни как быстро наступают сроки это вещи внешне и от человека никак не зависящие как вес этого самого камня слишком велик чтобы его поднять